Общая масса людей рано или поздно сталкивалась или столкнется с новой полицией. А те, кто уже сталкивался, называют их беспредельщиками. На данный момент, и так в нижней стране, огромные недовольственные правящие банди. А они берут и реформируют МВД, тратят это миллиарды. Думаешь, будет новая полиция, будет меньше преступлений. А оказалось все наоборот. Уровень преступности вырос в три раза, а то и более. И возникает вопрос, в чем дело? А что, наше государство вообще не волнует, как и что происходит внутри общества? Да им пофигу. Первое, что меня заслепило, когда я полез в это дело, это, конечно же, реформаторы. А именно, то, что они у себя на родине, в Грузии, в розыске. Нормальное, да, такое начало? И каждый из вас уже слышал, наверное, такую фразу. Почему грузины, сбежавшие из своей родины, за воровство, за беспредел, за превышение должностных полномочий, которым реально светит реальный срок в Грузии, занимают должности, проводят реформы и все остальное. У нас в Украине, в общем, учат нас жить. Грузины учат украинцев, как правильно нам жить. Смешно, да? В-третьих, глава полиции, грузинка Хатия Деканаидзе, это одна из ключевых пешек в этой системе. А это американская подданная, по полной программе облажалась в Грузии. А теперь решила поэкспериментировать над украинским народом. А почему бы и нет? Я ее еще называю одной из гастролеров правящей банды. Гастролерка, в общем, это грузинка, а у нее еще есть подружка Эккас Гуладзе. Так вот, им была поставлена задача полностью уничтожить всю правоохранительную систему, которая хоть как-то, но работала. И у них это все прекрасно получилось и получается по сегодняшний день. Помимо официального в три, а в реальности все в пять раз, повышался уровень преступности. И они дальше продолжают свою работу. Вот, к примеру, ты приходишь в полицию за помощью, пишешь заявление. А помогут тебе или нет, зависит только от того, есть ли материальный интерес у полицейского. Вот это называется реформа. И таких случаев миллион. Я лично сам с этим сталкивался. Полицейская система работает только на бумаге. Они даже не умеют правильно составить протокол. Что можно научить бывшего таксиста, бармена, официанту, стритизершу за 10 недель? В общем, подобирали по объявлению. И пример в Непропетровске. Герой АТО, разыскиваемый за похищение людей, за насилие, изнасилование, педофилию, убивая двоих полицейских. Убийство полицейских – это личная вина именно Деканаидзе, Авакяна и других майоров и полковников, которые сидят и здравствуют 20 лет, которые остались на временем ямы, как кучмы, и некие кошельки с погонами, которые типа прошли иллюстрацию. На сегодняшний день до сих пор нет даже инструкции, как и когда можно использовать обестрельное оружие. До какого хрена она вообще полезна за пистолетом? Теперь после всего этого они хотят принять закон о презумпции правоты полицейских. А вы знаете, что это означает? А это значит, окажись вы на его месте, полицейские будут правы, потому как вы им не подчинились. А это значит, что стриптизер спустя 10 месяцев обучения имеет право у вас положить лицо в асфальт и дать дубинке по пучкам, просто потому, что ему это не понравилось. И то, что сейчас и так происходит в стране, только представьте, что нас ждет в ближайшем будущем. Те люди, которым надоело эту банду власти, те люди, которым надоело эта новая полиция, ставьте лайки и добавляйтесь, друзья. Чем больше людей будет раскачивать лодку, тем быстрее эта лодка перевернется. Стоять, стоять, блядь. Стой! Стой, нахуй, довалю! Стой! Стой, нахуй, довалю! Женщина, выйдет, нахуй, машина! С машины вышла! С машины! Не, не, ху-м. Мапер, не бей кулаком, не бьем, мапера. Женщина, выйдите с машины! В машине, вы, я слышал! С машины выйдем! Мапер! Выйдите с машины! По-хорошему выйдет! Машина! А какие вы дадите? Вышла с машины, вышла с машины, не много чего. С машины. Вышла с машины, не много чего. С машины. Стреляй по количеству, не понедельник. Берите, берите, берите. На фер, не пей кулаком, не пей. На фер. Женщина, выйдите с машины, я сказал. Машины, бей. Вы меня слышите? В машине выйдет! Выйдите с машины! По-хорошему выйдите! Ты посмотри! В машине! Отойди задавишь! Выйдите машину! Выйдите машину! Выйдите машину! Выйдите машину! Выйдите машину!